Здравствуйте, друзья! По поводу того, как вы распоряжаетесь деньгами, когда несете их в какой-то сомнительный банк, какую-то иную организацию. Я расскажу на примере потребительского кооператива. Буквально три минуты. Вот смотрите. Вот зачем вы несете деньги туда, где вам предлагают ставку процента годовую за пользование вашими деньгами 15%? Разве вам не понятно, что это обман? Такого не бывает. Если вас не устраивает ставка банка по депозиту 3-4% или 5% к Новому году, то спокойно положите эти деньги дома и никуда с ними не носитесь. Для чего вы это делаете? Ведь помочь вам практически невозможно. Особенно, когда ушло время. Вот сейчас клиент пришел спустя 3 месяца, как принято решение потребительского кооператива о ликвидации. Началась стадия ликвидации. Все! Расчетный счет уже закрыт. Потому что они уже дважды отчитались перед налоговой, сдали промежуточный ликвидационный баланс. Где ноль стоит? Ноль! Ноль! Что вы от них хотите получить? Там все по нулям. Если бы они хотели вернуть вам деньги, у клиента долг перед этим кооперативом более 150 тысяч. Уведомления они от кооператива о том, что они ликвидируются, они не получили. Не получили. Они узнали случайно. Случайно пришли, а офиса нет. Офис в Брянске уже закрыт. До свидания. Офиса нет. И теперь офис главный на Дальнем Востоке. Компания закрывается. С долгами закрывается. Вот она закроется с долгом. А с кем вы будете судиться? Компания, которая брала у вас деньги, уже все, ее нет. Закрылась. Мы, конечно, подадим иск сейчас. Мы его уже подали. Сегодня уже все подано. И иск, и жалобы в прокуратуру, в правоохранительные органы. И еще семь заявлений. Семь заявлений. Их все нужно подать. Их все нужно подать. Но факт того, что вы пропустили время. Вы время пропустили. Три месяца вы пропустили. Это раз. Второе. И второе, и второе, что важно. Вы, вот конкретно в этом случае, вот, я достаточно долго не высказывался на эту тему, но я сниму на нее отдельное видео по поводу юридического мошенничества, по поводу коллег. Вот человек, который ко мне пришел с этой проблемой, говорит, я вот обратился, вот мне составили такие заявления. Я говорю, да что ты не отправлял эти заявления? Время-то идет. Время идет. А он говорит, ну ты знаешь, я вот тут думал, думал, раздумывал, красиво все оформлено, красивое заявление. Говорит, обратился к юристам. На выходе, на выходе, я смотрю документы, один документ заявление в страховую компанию, второй документ заявление в этот, не в кредитный, а просто в кооператив, значит, о возврате денег. Ну еще полбеды это заявление, но там ошибочные нормы права в этом заявлении, потому что наш кооператив не является кредитным, никогда им не было. В другие законодательства применяется, в другая практика, вообще все другое. И пишут, второе заявление, в страховую. В какую страховую вы пишете? Эти деньги не застрахованные, а ссылка в договоре на какое-то общество взаимного страхования, которое тоже является кооперативом. И учреждено это страховое общество, этим же самым кооперативом. Какие деньги? О чем речь? Тут, короче, в общем, друзья, будьте внимательны, не совершайте таких ошибок, не попадайте, вот учитесь на этом, на вот этой ошибке учитесь. Хотите заработать денег 3-4%, отнесите на депозит, либо купите вон, где там на площадках на электронных продаются акции, там, Сбербанка, или акции Яндекса, или акции, там, чего там еще продают, большой компании, российской желательно, и будет вам счастье. До свидания.